Всем привет! Да, снова из Турции, опять из Стамбула. Сегодня, наконец-то, схожу на эту косым пашу, на которую не смог уже в прошлый раз попасть. Рассказывал об этом в отдельном видео. Сегодня схожу, надеюсь, все получится. Закрою, так сказать, гештальт. В общем, давай, начинаем, погнали! Зацени вид! Офигенно вообще! Еще закат, просто топ-стадион! С билетами в этот раз вообще никаких проблем. За час до игры его на очереди нет. Билет на трибуну Трабзанспора стоит 1200, что-то такое. Но у меня посолик Трабзанспора, поэтому мне продали без проблем. Не забудь, что если ты соберешься на футбол в Турции, что посолик нужно обязательно оформить заранее на сайте. Солик – это вот такая вот типа карточка. Она еще и банковская карточка. Я, правда, не знаю, насколько она действует для иностранцев. Я не пробовал. Вот. Но не забудь оформить. Это прям без этого тебя не пустят. И будет геморрой около стадиона. И когда оформляешь посолик на один клуб, но собираешься потом пойти на другой, то надо на сайте перепривязать клуб. Это тоже сложно. Ну, такая процедура, короче. Поход на турецкий футбол обычно это занятие не самое простое. Но в этот раз мне повезло. В этот раз я попал легко, в отличие от первого раза. Посмотрев видос, если не смотрел, там я вообще не попал. Давай кратенько познакомимся с этой косым пашой. Уверен, что никто, кроме любителей турецкого футбола и каких-то совсем уж футбольных гиков, не в курсе, что это за клуб. А между тем, ему уже 102 года. И это самый, можно сказать, центровой клуб Стамбул. Он прямо в самом центре города находится. Тут буквально от стадиона минут 5 до Истекляля. Это местный Арбат. Вокруг стадиона, ожидаем, у всех цветах Трапзанспора, все за гостей. Местных болельщиков вообще не видно. Сувенирку продают тоже, только гостевую. Фаншоп я уже показывал в предыдущем видосе. В целом, ну, такой маленький, ничего особенного. Но для маленького клуба вполне сойдет. Футболки игровые по 1000 рублей, там всякие шарфы, значки, в общем-то. Ну, как сувенир можно найти что-то. История основания клуба абсолютно стандартная для Турции. Два клуба в начале прошлого века объединились в один, чтобы просто быть посильнее. Но, по сути, это такая команда лифт. Только в 21 веке они уже три раза в Италии возвращались. Вообще, за час до игры все максимально спокойно. Народа немного, больше мусоров. Какие-то они на кипише все такие. Очень серьезные товарищи. А болельщиков немного. Посмотрим, сколько будет на стадионе. Я думаю, тысячи там, три, наверное, за Трапзона. И еще там, может, тысяча-другая просто болельщиков. За 102 года своего существования Касым Паша взял ровно ноль трофеев. Болельщиков у клуба тоже практически нету. Но посмотрим на игре, как оно на самом деле будет. Заход на гостевой сектор какой-то вообще не френдли. Мне напомнило Пермь какой-нибудь. Все с забором, куча мусоров. И очередь на вход сложна. Ну, в целом, заход достаточно простой. Ну, так как, конечно, сманают долго. И, типа, монетки, всякую мелочь, сумки, ничего такое нельзя. Но я не первый раз в Турции на футболе, поэтому без проблем. Но вход минут 20 занял. Поймался на мысль, что очень давно не был на таких вот настоящих гостевых трибунах. Типа такой олдскульный стадиончик, все-таки на кипише, куча каких-то непонятных выездюков, куча мусоров. Погнали на футбол. Маленький секторочек за 20 минут до начала забит. Я не знаю, как тут все поместятся. Зашли еще далеко не все. И я ожидаю крутую атмосферу. Тут козырек, должна быть офигенная шиза. Самый большой минус компактного гостевого сектора, что на нем снимать не могу неловко. На тебя сразу же смотрят и мусора, и стерды, и местное фанатье. Как-то, блин, такое себе. Давайте уж заряжайте. Че, зря, что ли? Камерно себя навел. Я неловко себя чувствую, но... Я бы сказал, что болельщиков на стадионе примерно поровну. Для Трабзона, как по мне, неплохой результат, учитывая, что от Трабзона до Стамбула расстояние больше тысячи километров. Ну, не знаю, на самом деле, конечно, понятное дело, что часть болел живет в Стамбуле, но наверняка кто-то и приехал в гости на выезд. Касым Паша играет на стадионе имени Эрдогана, имени Эрдогана, потому что нынешний и текущий президент Турции родился именно в этом районе. Где он довольно новый, как и все в Турции, он открыт в 2005 году, но при этом он вообще не выглядит, как вот эти вот новые стандартные вылизанные арены. Он такой какой-то олдскульный, что ли, на вид, хотя вроде бы и новый. Короче, мне нравится. В этом сезоне Касым Паша плотно идет в середине таблицы и, ну, вряд ли оно вылетит куда-то. В принципе, сейчас ты можешь просто зайти в таблицу и проверить, потому что уже чемпионат кончился. Это я снимаю в середине апреля, еще 12 туров до конца. Тем удивительнее, что первые 25 минут хозяева дают, которым вроде как ничего и не надо, но по моментам 1-0, на табло 0-0 пока. Очередная атака Касым Паша, гостевой сектор недоволен. Я сговорил, давит гвоздь, давит Кайзаева. Полчаса сыграли 1-0. Вообще такого не ожидало, хренеть. Требзанспор уже летят на пятом месте. Сегодня они явные фавориты, ну, по крайней мере, на бумаге счет уже 1-0 неожиданно. Должны выигрывать сегодня, потому что, если они хотят залетать в Еврокубки, то Лига Европы – это только третье место. Крыша решает, говорю же, качественный звук. О, даже драка была какая-то небольшая между своими. Типичный гостевой сектор, я же говорю, похож на нашу. Вообще, Требзанспор – один из самых популярных клубов Турции. Для меня, если честно, загадка почему, потому что, ну, они не самые титулованные в стране далеко. Это четвертый по титулам клуб в стране, и это клуб из довольно-таки небольшого такого провинциального городка. На Ачибе, я бы сказал, непонятно почему так, но что-то в этих ребятах есть. Я смотрю уже четвертую в игру, и реально начинаю проникаться этими кларетно-голубыми из Требзона. У меня, кстати, на канале есть видос из домашки Требзанспора против Финербахче. Если еще не смотрел, посмотри, там есть на что глянуть. Требзанспор, кстати, если что, на минуточку, действующий чемпион Турции. Понятно, что в этом сезоне они не повторят свой успех, и даже в тройку не войдут, уже где-то пятыми будут. И как сегодня сыграют в целом, не так уж и важно. До Лиги Европы даже они не дотянут. Круто, когда гостевой сектор компактный. Вот пара тысяч гостей, набиты прям плотно-плотно, и это выглядит реально очень солидно. А по контингенту я бы сказал, что похоже на российские выездные сектора. Тут есть как выездюки, ну такие как активные фанаты, так и просто болельщики, семьи с детьми, все есть. Причем интересно, что фанаты у них опять же разделяются на группы. Я бы тут сказал, что 2-3 инициативные группы есть в рамках одного небольшого сектора. Это странно, как по мне. Ну и в целом минус этого смешанного сектора еще один в том, что, конечно, служит далеко не весь сектор. Ну да, крыша добавляет качества вроде как, но все равно могло быть гораздо лучше. Робзон Бодр начал второй тайм. Давайте, парни, отыгрывайтесь и выигрывайте. И сразу Касын пошли, блин, не люблю из-за того, что в тот раз не попал в футбол. Прикольно, что костевой домашний сектора даже какими-то какашками, там фоками друг к друга кидаются. Вроде бы совсем разный уровень. Касын пошли, я думал, вообще фанатов нет, а тут вот. Все как в России, за 20 минут до конца при 1-0 гостевая трибуна просто молчит. Это уже минут пять, вообще ничего не заряжает. Время как у нас. Начнем с пятой минут, Касын Паша пенальти будет бить. Даже слов нет. За 20 минут до конца при 1-2 гостевая трибуна вообще замолкла. Опять же, все как у нас. Видишь, что это? Сразу после второго пропущенного, народ потянулся к выходу за 15 минут до конца игры. Все как у нас. Кравдон, конечно, пытается что-то там атаковать, сдавать, но какой-то искры нет, как будто они сами сдались уже. Я бы сказал, по игре Касын Паша реально сильнее было, и я думаю, что так и закончится 2-0. Две минуты еще играть, посмотрим, конечно. Только два человека из команды подошли к гостевому сектору. Ну так, как подошли, обозначили, что типа, парня, мы вас видели, спасибо за поддержку. Видимо, расстроена команда, но понять можно чемпионы проигрывать, какой-то Касын Паша, блин, невнятный. Причем, проигрывает по делу. Пестевой сектор после игры не выпускает. Все как у нас, я такого уже, если честно, отвык. Сколько раз я за сегодня сказал, все как у нас. И выпустили только спустя минуту где-то 25 после конца игры. Блин, ну реально, как в России раньше на выездах было. Немножко прям такая ностальгия пробрала. Ну вот и все, герсталь закрыт, на Касын Паша я сходил. Студион мне понравился, Касын Паша нет. И все-таки у меня есть какое-то осталось предубеждение против них. Жалко, что они выиграли, жалко, что Трабзон проиграл. Ну ладно, стадион пробит, зачекунился. В целом ок. Если тебе понравилось, ставь лайк, пиши коммент, там суету наладил. Вот это все. Давай, пока, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok